Девушки отдыхают Сирийские войска, действующие против объединенных сирийских и ливанских сил. Руководство СССР решило увеличить военную помощь союзной Сирии. Я уже учился в академии. Позвонил главком и сказал начальнику академии, отпустите командира крейсера Киров. Прибытие в район боевых действий новейшего атомного крейсера Киров в корне изменило ситуацию. Как только мы подошли на расстояние 600 километров туда, немедленно все было прекращено. Остановлены, так сказать, удары артиллерийские. Все корабли, которые были там, ушли в островную зону. И постоянные подъемы нашего вертолета говорили о том, что ближе чем 500 километров американские авианосцы и крупные боевые корабли не выходили. Присутствие советского ракетного крейсера в Средиземном море вынудило участников Ливанского кризиса завершить его мирными переговорами. На сегодня нет аналогов таким кораблям. Их просто нет. Сегодня на вооружении российского флота находятся три уникальных тяжелых атомных ракетных крейсера. Россия – родина не только дальних бомбардировщиков, экранопланов, космических аппаратов, но и атомного надводного флота. 50 лет назад в Ленинграде было спущено на воду первое в мире судно с энергетической установкой нового типа – ледокол «Ленин». И только через два года надводные атомоходы появились в США. Но это были не гражданские суда, а боевые корабли. В Советском Союзе первый атомный ракетный крейсер был создан лишь в середине 70-х годов. В современном мире этот гигант является самым мощным и защищенным ударным надводным кораблем. Не случайно его проект получил название одной из самых хищных птиц – орлан, которая, кстати, изображена и на государственном гербе США. Ракетный крейсер одинаково эффективен в борьбе с любыми целями противника. О драматической судьбе этого уникального атомохода впервые расскажет наш фильм. Атомный исполин. 11 мая 1949 года был утвержден план нападения союзных сил НАТО на СССР под названием «Офф-Текл». Он предусматривал нанесение 300 ядерных ударов по 104 советским городам. Советский Союз ответил на военные приготовления блока испытаниями первой атомной бомбы. Мы защищали себя, мы защищали суверенитет своего отечества, государства, мы защищали свой народ. Мы не были инициаторами гонки вооружений. 1955 год. В состав американских военно-морских сил вошел первый подводный атомоход. Вскоре флот США заказал промышленности и три надводных атомных корабля. Они должны были составить авианосную группу – крейсер, фрегат и авианосец. А в СССР только заложили первую атомную подлодку К-3, позже названную Ленинским комсомолом. В том же 1955 году новым главкомом ВМФ стал Сергей Горшков. Особенно строительство было большим во времена, когда флотом командовал Сергей Горшков. Флот действительно стал океанским, морским, а потом и ракетно-ядерным. Горшков утвердил задание ЦКБ-17 впоследствии Невскому ПКБ разработать сразу два проекта надводных атомоходов – крейсера и корабля противовоздушной обороны. Они должны были нести первые противокорабельные и зенитные ракеты. Но их создание затягивалось, и руководство ВМФ решило объединить оба проекта в один. На базе ракетного крейсера водоизмещением 16 тысяч тонн. В 1957 году спуском на воду лодки «Ленинский комсомол» был открыт путь применению атомной энергии в советском кораблестроении. Атомная энергетика активно и уверенно пришла в судостроительную отрасль, прежде всего на подводный флот. Потому что на подводных лодках создание независимого от кислорода двигателя – это очень важно было. В 1957 году в Советском Союзе был запущен в космос первый искусственный спутник Земли. Тогда же войска получили первую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. А в декабре произошло еще одно значимое событие. Как известно, в Советском Союзе строится первый в мире атомный ледокол. По своей высоте он равен 12-этажному дому. Около 700 советских заводов создавали этот гигант. И вот наступил торжественный день, когда строители атомного ледокола «Ленин», конструкторы, инженеры, рабочие спустили судно за статей. Но с самого начала первый в мире атомный ледокол, ставший подарком судостроителей к 40-летию Великого Октября, преследовали неприятности. К сожалению, атомный ледокол «Ленин» был, как потом оказалось, раньше времени, спущен на воду. И корпус немножко деформировался. И потребовалось продолжительное время для того, чтобы исправить эту деформацию. Атомный ледокол «Ленин» вошел в строй только через два года, в 1959 году. К этому времени стало ясно, что строить надводные боевые атомоходы судостроительные мощности страны еще не позволяют. Но вскоре произошло событие, заставившее руководство Советского Союза ускорить работы по созданию подобных кораблей. Совершенно секретно. 10 сентября 1962 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. В ходе операции «Морская орбита» первое кругосветное плавание совершило соединение атомных кораблей. Авианосец «Энтерпрайз», ракетный крейсер «Лонг-Бич» и фрегат «Бенбридж». Корабли прошли 35 тысяч миль по маршруту. Норфолк-Гибралтар, мыс Доброй Надежды, Тасманово море, мыс Горн-Норфолк. Высокая скорость позволила выполнить задачу всего за 65 суток. В ходе операции соединение ни разу не пополнило запасы топлива. Министр обороны СССР Родион Малиновский. Результаты этого похода ярко продемонстрировали достоинство атомных кораблей. Огромные преимущества в дальности, скорости и автономности плавания. Созданием первого боевого атомохода занялись в ЦКБ-53, ныне Северном проектно-конструкторском бюро. Мы прорабатывали атомный многоцелевой корабль, на котором были мощные ударные ракеты, на котором была модная тогда ракетно-ствольная артиллерия. Тогда еще это было, сейчас вот американцы только ее начинают реализовывать и пропагандировать. А мы уже тогда это в 60-м году прорабатывали. В то время главную опасность для Советского Союза представляли атомные субмарины НАТО с ракетами дальностью до 5000 километров. По мнению военных, непрерывно следить за ними, а в случае необходимости и уничтожать их, могли только большие атомные противолодочные корабли. В основу будущего атомохода был положен проект БПК главного конструктора Бориса Купенского. Ему и поручили создать первый атомный корабль. За плечами уже были стражевики проекта 50, за плечами были противолодочные корабли проекта 61, всякие модификации. То есть это крупный корабль строитель, огромного эрудиции, энтузиазма, знаний и организаторов. Проект атомного корабля вскоре получил номер 1144 и шифр «Орлан». Трудности при его создании возникли с самого начала. Выяснилось, что лодочная и ледокольная атомные энергоустановки были недостаточно мощными для БПК. А увеличить количество реакторов не позволяло заданное водоизмещение – 8000 тонн. Дело сдвинулось, когда главком ВМФ Сергей Горшков снял эти ограничения. Сергей Георгиевич Горшков посмотрел, значит, на модельки, вот как у нас здесь расставлен так, походил, походил, что-то пальцами померял, пятью. И, значит, говорит, нет, пожалуй, мне вот этот корабль. И назвал двух реакторов, но уже никто не спорил. Хотя, в принципе, ему принесли как основной одно реакторный. Только в конце 60-х годов в отдельном КБ машиностроения удалось создать первую атомную энергоустановку для БПК. В этот период крайне обострилось противоборство американского и советского флотов. Некоторые из эпизодов этого противостояния нашли отражение в художественных фильмах. О, Боже! Объект Мастер-2-8 опознан как русская подлодка класса «Акула». Они рядом, но вряд ли заметили нас. Пошуна, они разворачиваются. Акула разворачивается, сэр. Начинаю селекцию по дальности. Это что еще такое? Корпеду наводит, придурок. В ноябре 69-го, за два дня до начала хельсинских переговоров о контроле за вооружениями, советская атомная подводная лодка К-19 столкнулась в Баренцевом море с американской разведывательной субмариной «ГАТО». В июне следующего года, уже на подходах к Петропавловску-Камчатскому, советский атомоход К-108 протаранил рубку, следившей за ним, американской подлодки «ТОТОК». В обоих случаях субмаринам потребовался длительный ремонт. Американцы, когда наши лодки патрулировали, они все время за ними следили, и главное было сорвать, как сорвать? Нарушить герметичность ракетной палубы. Руководство советского ВМФ сделало серьезные выводы из этих инцидентов. На совещании с конструкторами по проекту будущего атомного крейсера главком ВМФ Сергей Горшков неожиданно задал вопрос. Вы представляете, что будет, если в каком-нибудь Южно-Китайском море полетят сразу оба реактора? Это будет позор! Нужна резервная энергоустановка. Корабелы и специалисты первого ЦНИИ Минобороны тут же попытались найти аналогии в американском флоте. Но изучение фотографий их атомных кораблей ни к чему не привело. Пришлось идти своим путем. В результате на крейсере типа «Орлан» кроме двух атомных реакторов впервые в мире появились два дополнительных паровых котла и огромная дымовая труба. Позже военным морякам пришлось не раз убедиться в дальновидности такого решения. В начале 70-х годов Советский Союз достиг стратегического паритета США. По количеству баллистических ракет и подводных ракетоносцев он даже в два раза превзошел Соединенные Штаты. Хотя все еще уступал по числу ядерных боезарядов. Кроме того, в составе американского флота насчитывалось уже пять надводных атомоходов. Атомная гонка началась и в Советском Союзе. Ядерные энергоустановки планировали разместить не только на кораблях типа «Орлан», переименованных противолодочные крейсеры. Атомными должны были стать бомбардировщики и экранопланы, авианосцы, эсминцы, корабли на воздушной подушке и даже пограничные суда. Надо было выходить все-таки в мировой океан. Ну, а эту задачу, конечно, для большого корабля было принято оптимальное решение, что для такого типа кораблей будет правильную, установленную на ней атомную энергетическую установку. Атомные крейсеры могли следить за кораблями противника в любой точке мирового океана неограниченное время. Их боевая эффективность была значительно выше, чем у обычных кораблей, а 25-летний цикл эксплуатации на 30% дешевле. Основные работы по созданию надводных атомоходов велись в Северном ПКБ, где одновременно проектировались сразу пять разных типов кораблей. Не случайно конструкторы до сих пор называют то время «золотым веком». Но такая нагрузка требовала от коллектива чудовищного напряжения. Мы практически не справлялись, чтобы на пяти заводах построить пять главных кораблей. Нам помогало министерство. Из 14 организаций нам были командированы конструктора, которые были размещены в актовом зале. Все кресла и столы концерта были отменены, убраны, поставлены были кульманы, и шла работа. У конструктора Бориса Купенского возникло множество проблем с главным ударным комплексом для «Орлана». Сначала на нем планировали установить дозвуковые противокорабельные ракеты «Малахит». Но они обладали небольшой дальностью стрельбы, всего 120 километров. Поэтому ракеты заменили комплексом «Базальт», превосходившим их в четыре раза. Восемь его пусковых установок должны были размещаться по бортам. Такие комплексы получили первые советские авианосцы и ракетные крейсеры типа «Слава». Но вскоре были созданы новые сверхзвуковые крылатые ракеты «Гранит». Они были поставлены на подводные атомоходы. 20 ракет «Гранит» — это по существу эскадрилья штурмовиков, которые идут на авианосец. Ракета эта очень умная. Они могут после старта сами обнаруживать цели, сами могут обмениваться информацией, сами распределять эти цели. То есть кто-то на ядро эскадры, кто-то на корабле охранения. То есть это такая волчья стая, которая очень умная, и не бросается только на одну жертву. Интересно, что на подлодках ракеты комплекса «Гранит» стартовали из заполненных водой пусковых установок. Чтобы сократить время ввода «Орлана» в строй, ракеты установили на крейсере по той же схеме. Поэтому перед стрельбой в корабельные установки закачивалась забортная вода. На эту операцию требовались считанные секунды. Под огромными крышками находится главное и самое мощное оружие крейсера — противокорабельные ракеты комплекса «Гранит». Их создали в НПО «Машиностроение» под руководством Владимира Челомея четверть века назад. Западных аналогов им до сих пор не существует. Комплекс относится к высокоточному интеллектуальному оружию, и поэтому считается особо секретным. После старта ракеты устремляются к целям с огромной скоростью, которая в два с половиной раза превышает скорость звука. К примеру, стреляя гранитом даже из Североморска, атомный крейсер способен уничтожить военно-морские объекты на территории Норвегии. Всего за 14 минут 20 ракет могут доставить туда 15 тонн ядерных зарядов. При этом сбить ракету гранита невозможно. Даже если попасть в нее противоракеты, семитонное изделие по инерции все равно долетит до цели. Неслучайно эксперты НАТО дали уникальной ракете характерное название — кораблекрушение. 1973 год. В Париже подписанием мирного договора завершилась Вьетнамская война. Опыт участия в ней получили все американские авианосцы, в том числе с ядерными энергоустановками, а также атомные крейсеры. В то время их количество, с учетом строящихся, достигло 7 единиц. В порт Йокосука прибыл американский авианосец Мидуэй. Сотни жителей Йокосуки вышли на демонстрацию протеста. А в СССР 26 марта 1973 года был заложен первый атомный корабль типа «Орлан». Позже его переименуют в тяжелый ракетный крейсер «Кира». Несмотря на секретность, командир БПК Александр Ковальчук узнал о его существовании на заводе в Ленинграде. Недалеко от борта корабля была курилка, и разговорились. Сидели ветераны рабочие и говорят, ну что, пора уже уходить, но надо построить «Орлан». А я говорю, а что это за корабль? Он говорит, это будет атомный, здоровый, красивый корабль. Вот если бы только нам его дали строить. Вскоре Александра Ковальчука избрали делегатом 25-го съезда КПСС. Вот так он всегда встречается с родным кораблем, который уже несколько лет один из лучших на флоте. За плечами Ковальчука годы службы населения. Он требовательный командир и душевный человек. Постоянное общение с экипажем, отеческие беседы с матросами. Без этого Ковальчук – делегат 25-го партийного съезда и не мыслит своей командирской деятельности. На съезде Ковальчук впервые услышал от главкова ВМФ Сергея Горшкова о своем назначении командиром 1-го советского атомного ракетного крейсера «Кир». Александру Сергеевичу довелось командовать этим уникальным кораблем 8 лет. Паскин, офицер! Учебная тревога! Все это время он тесно взаимодействовал с главным конструктором Борисом Купенским, помогая ему довести атомоход до полной сдачи. Особенно это касалось вопросов вооружения крейсера, который должен был стать самым мощным кораблем советского военно-морского флота. На «Орлане» впервые в мировой практике основные ударные комплексы установили под палубой. Чтобы защитить жизненно важные отсеки, а это ракетные погребы и реакторы, их также впервые прикрыли комбинированной броней. Военные моряки очень хотели установить на корабль почти все имевшееся в то время новое вооружение, что неизбежно влекло за собой увеличение водоизмещения. Многие образцы были опытными, и промышленность просто не успевала запустить их в серию. Поэтому все четыре крейсера отличались друг от друга. Тем не менее, главному конструктору Борису Купенскому удалось разместить на «Орлане» все требуемые комплексы. 1975 год. В Советском Союзе на телевидении появилась популярная программа «Что, где, когда». Киевская команда «Динамо» впервые в истории страны завоевала престижный европейский футбольный трофей «Кубок кубков». Но гонка вооружений в мире продолжала обостряться. В боевой состав ВМС США вошла уже вторая атомная авианосная группа, состоявшая из двух ракетных фрегатов и авианосца «Нимец». На последнем стали базироваться новые истребители F-14 с управляемыми противокорабельными ракетами «Феникс». В СССР это расценили как реакцию на строящийся крейсер «Киров». К сожалению, мы всегда догоняющими. И перед тем, как догонять, надо сначала узнать, что у противника. Надо все дело уточнить и сделать свою схему. В том же году на Черном море начались испытания корабельного зенитного ракетного комплекса «Форд». Он был создан в московском НИИ радиоэлектроники «Альтаир» на базе знаменитого ЗРК «Войск противовоздушной обороны». Это достояние, я считаю, трех наших предприятий. Для ПВО страны – С-300П, С-300В для ПВО Схопутного и С-300Ф – это для флота. Вот три генеральных конструктора были – Бункин, Ефремов, Букатов. После длительных испытаний «Форд» был принят на вооружение атомного крейсера типа «Орлан». Его барабанные установки разместили в носовой и кормовой частях корабля. На этих рассекреченных кадрах вы впервые можете увидеть уникальный комплекс действий. По своим боевым возможностям он также не имеет аналогов мира. Мы могли одновременно обеспечить стрельбу по 12 целям. У нас интервал 4 секунды. Мы ее выбрасываем на высоту 20-30 метров, а затем забзвиг, и она может работать в любую сторону, потому что она склоняется по гамме тета в разные направления. И самое главное, что благодаря этому у нас есть такой хитрый режим стрельба из-за угла. В результате различных доработок и модернизаций «Орлан» получил и другое мощное зенитно-ракетное, артиллерийское и противолодочное вооружение. Крейсер стал многофункциональным. С помощью графики вы можете увидеть, как он действует в океане. Атомоход способен прикрывать огнем соединение кораблей от воздушных и морских целей, обнаруживать и уничтожать подлодки противника и поддерживать сухопутные войска в прибрежной зоне. Это оружие вызывало такую гордость, что даже было трудно представить, как можно с Белого моря через берег запустить ракеты, и они попадут в цель. И, так сказать, мой приятель, командир бригады, другой бригады, он как раз был командиром охраны района, куда должны были лететь ракеты. И потом он мне свое впечатление рассказывал. Он говорит, это, кажется, музыка. В мае 1979 года первый тяжелый атомный ракетный крейсер «Киров» покинул Балтийский завод в Ленинграде. Позже там были заложены еще четыре подобных корабля. За создание атомохода типа «Орлан» сразу пять конструкторов Северного ПКБ были удостоены государственной премии. Летом 1979 года флот США готовился принять свой состав уже 12-й атомный надводный корабль — ракетный крейсер. Активно велось строительство и третьего атомного авианосца типа «Нимец». Стремясь прекратить гонку вооружений, СССР подписал США договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. В этот период крейсер «Киров» начал переход с Балтики на Северный флот. Поход вызвал на Западе большой переполох. При попытке сфотографировать корабль разбился шведский самолет-разведчик. Самолет упал. Ходил-ходил в опасной близости от нас. И взял, и вот чекнул это самое крыло, заводы. И после этого мы ходили одни в море. В западной прессе появились обвинения в том, что Советский Союз нарушает безъядерный статус Балтийского моря. Покидая Балтик, Киров столкнулся с открытой провокацией. Между Данией и Швецией паром. И он действительно очень громадный, в большом водоизмещении. Он шел практически перпендикулярно нашему курсу. Он не сбавил ход, и у кого сдадут нервы. Но Ковальчук, вот Александр Сергеевич, он, как говорится, притормозил, он сбавил обороты. И мы этот паром пропустили. И пошли дальше. Переход в Североморск завершился благополучно. Разведки стран НАТО так и не смогли получить информацию о боевых характеристиках 1-го советского надводного атомохода. Секретно. 16 сентября 1980 года. Москва. Главнокомандующему ВМФ СССР, адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову. В швейцарском журнале Aviation and Marine International опубликован рисунок атомного крейсера Киров. Вооружение расставлено грамотно, но его состав не соответствует действительности. Другое издание, International Defense Review, ссылаясь на анализ спутниковой информации, делает ошибочный вывод о наличии по обоим бортам корабля классического броневого пояса. Начальник разведывательного управления главного штаба ВМФ СССР, вице-адмирал Иван Курс. В 1982 году, когда на Балтийском заводе строился второй атомный крейсер Фрунзе, случилась трагедия. Скончался главный конструктор корабля Борис Купенский. Его достойным преемником на этой должности стал Вилеор Перевалов. Я просто у него учился, что-то поражать. Многие вопросы, когда мне было необходимо, я просто обращался к нему. Вообще, конечно, был классный специалист. Именно Вилеору Перевалову пришлось сдавать флоту три следующих серийных «Орлана». Не случайно, позже он был награжден государственной премией. Первым же испытанием для конструкторов экипажа стала встреча на Балтийском заводе с тогда еще секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Что делает Балтийский завод? Он красит корабль со стороны набережной. Снимает леса, красит. А со стороны Невы никакой покраски не происходит. Чтобы произвести на высокого гостя еще большее впечатление, перед проходной завода даже закатали новый асфальт, правда, вместе со снегом. И когда Горбачев со своей свитой пришел на набережную, посмотрел на крейсер, говорит, да, действительно, хороший корабль, красивый. А много ли здесь зарубежной техники? Ему тогда сказали, Михаил Сергеевич, все наше отечественное. Поэтому и действительно это было так. Было все отечественное. Вся элементная база, наши микрокалькуляторы были самые большие в мире. Это мы тоже все помним. В ноябре 1985-го крейсер «Фрунзе» вошел в состав Тихоокеанского флота. Но освоение атомной энергии на кораблях шло очень непросто. В следующем году, когда был спущен на воду третий атомоход «Калинин», в советском БМФ произошло одно из самых тяжелых происшествий. Утром 3 октября 1986 года, когда советская атомная подлодка К-219 несла дежурство у североамериканского побережья в Саргасовом море, в одной из ее ракетных шахт произошел взрыв. Когда я их собрал всех и спрашиваю, что же произошло. Моряков офицер у всех мест. Акустик, он говорит, товарищ командующий, я наблюдал, как за нами следила лодка американская и наблюдал движущий предмет. Этот факт нашел отражение в американском художественном фильме «Враждебные воды». Капитан, по левому борту подводная лодка. Погружаемся. 20 метров. Маски! Маски! Маски одеть! Двигатель 353. Рули. Поднимаем лодку. Сплываем. Она протаранила ракетную палубу. Она большой в глубине. На 50-60 метров она старт дает. А на 100 метров в глубине давит ракет. Она на глубине 120 метров была. Понимаете, вот и причина в чем. В критической ситуации командир советской подлодки капитан 2-го ранга Игорь Британов не мог рисковать экипажем и 16-ю стратегическими ракетами. Вопреки приказу он принял решение нарушить скрытность и всплыть на поверхность. Командир «Молодец» вышел сразу на связь. Я на КП прибежал, спрашивая, что случилось с Британом. Представь командующий, ракета взорвалась. Люди в ракетном отсеке, там три человека погибло, которые были на вахте. Вот. Пожар тушится. При тушении пожара в отсеках лодки скопились пары газов и окислителя, превысившие норму в 40 раз. Многие подводники получили отравление. Я говорю, Британу, бежите карандаш. Вот. Смотрю на карте, какие корабли там. Наше пароходство есть. Точку пальцем, рюк, шивота, долгота. Корабли мы сюда направили. Британу у приказания дают. В надводном положении, максимальным ходом следуйте в эту точку. Он говорит, товарищ командующий, а как же скрытность? Я говорю, какая скрытность у вас в аварии? Он прибыл туда. Вся лодка была загазована. Гиптил. Ну, вы знаете, это ракетное топливо. Если бы я погрузил, и... Говорит, все бы люди погибли. Понимаете? Все были на верхней палубе. Как только подлодка направилась в точку встречи с судами, возникла новая угроза. Субмарина обесточилась. Сработала аварийная защита реактора. Но компенсирующие решетки не опустились на выключатель. Это грозило развитием неконтролируемой ядерной реакции, которая могла бы привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. Нужно было срочно заглушить реактор вручную. Ценой собственной жизни это сделал матрос Сергей Приминин. В район аварии К-219 сразу прибыли американские патрульные самолеты и подводная лодка. Выброс радиоактивного пара посреди океана может оказаться угрозой для половины океана и рыбы в нем. Поэтому мы должны быть уверены, что все, кто работают с таким сложным и опасным оборудованием, не создают угрозы окружающей среде. Вскоре к месту аварии подошли три советских торговых судна. Чтобы защитить субмарину от возможных провокаций, из Североморска срочно вышел самый мощный быстроходный атомный ракетный крейсер «Киров» под руководством адмирала Ивана Капитанца. Подобное событие было показано в отечественном фильме «72 метра». Во время спасения лодки ночью 4 октября разыгрался сильный шторм. В тяжелейших условиях спасатели сумели эвакуировать экипаж. И только к вечеру аварийный ракетоносец был взят на буксир теплоходом «Красногвардейский». Однако через 12 часов трос оборвался. Зацепить его повторно не удавалось целые сутки. В полдень 6 октября, когда крейсер «Киров» уже достиг середины Атлантики, аварийная подлодка затонула. Спасенных моряков переправили на родину. С прибытием атомохода «Киров» в точку гибели К-219 корабли НАТО предпочли удалиться. На пределе видимости наших средств ни одного корабля не было. 6-7 баллов шторм, одни без сопровождения ребята пошли и исполнили задачу. В течение недели атомный крейсер «Киров» охранял точку гибели ракетоносца, пока специалисты не установили, что обломки лодку затонули более чем на 5-километровой глубине и не могут быть подняты. Вскоре его сменил БПК «Маршал Василевский» с учеными-ядерщиками и вертолетами К-27. Которые постоянно замеряли уровень радиоактивного излучения на месте гибели подлодки. Их действия не позволили сорвать советско-американские переговоры в Рейкявике между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом об ограничении стратегических вооружений. В конце 88-го атомная эскадра советского ВМФ пополнилась третьим крейсером типа «Орлан». Строился и четвертый. В том же году заложили пятый корабль и первый атомный авианосец. Для Тихоокеанского флота был построен еще один уникальный атомоход – большой разведывательный корабль «Урал». Дальние походы советских надводных атомных кораблей показали, что им нет равных в мире. Конструкторы Северного ПКБ создали экипажу крейсера «Максимум комфорта». Огромный корабль похож на город. Среди 1600 помещений есть индивидуальная каюта для офицеров и мичманов и небольшие кубрики для матросов и старшин. Их связывают между собой более 20 километров улиц из коридоров и тамбуров. Есть на крейсере и своя больница – двухъярусный медблок с аптекой, операционной, лазаретами и врачебными кабинетами. Для отдыха существует собственный кинотеатр, внутри корабельная телестудия, типография, спортзал с тренажерами и кают-компания. Но особым спросом у моряков пользуются сауна с бассейном и две бани. Интересно, что мощность энергоустановки атомного корабля позволяет обеспечить электричеством и теплом небольшой город на 150 тысяч жителей, такой, например, как Коломна или Уссурийск. 1992 год. После распада Советского Союза и окончания Холодной войны, страны-участницы блока НАТО, несмотря на официальные заверения, не отказались от планов расширения его границ на восток и наращивания сил. Флот США пополнился 16-м атомным надводным кораблем, авианосцем Джордж Вашингтон. А в России прекратили строительство атомного авианосца Ульяновск и разрезали на стапелях пятый атомный крейсер типа «Орлан». Сдача флота у четвертого атомохода, названного Петром Великим, растянулась на долгие 12 лет. Но уникальный корабль стоил того. Когда он вышел в море на ходовые испытания, и когда разведка всех флотов и морская авиационная увидела воочию такой корабль, то это был самый интересный момент, потому что начались огромное количество публикаций в журналах. Читать было большое удовольствие. И вот тогда оттуда пошло, по-моему, по Джейнета Балкам, убийца авианосцев. Они впервые так и написали. Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» способен не только уничтожать авианосца, ему не страшен и так называемый звездный налет крылатых ракет противника. В дальней зоне, до 150 километров, они уничтожаются комплексом «Форд». В средней в бой вступает ЗРК «Кинжал». А ближнюю зону корабля надежно прикрывают шесть боевых модулей зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик» и артустановка. Атомные крейсера, вот типа «Умстинов», который, сейчас уже его нет, это «Петр Великий», это «Фрунзе», называемые их теми именами, которые были приняты тогда, когда я служил. Это великолепные корабли. Опять же, весь вопрос упирается в эксплуатацию. Экономический кризис середины 90-х годов имел тяжелые последствия для российского флота. Пришел в негодность атомный разведывательный корабль «Урал». После пожара в 2002 году был законсервирован бывший крейсер «Фрунзе». А через два года утилизировали и корабль-первенец «Киров». Ремонтируется третий крейсер «Адмирал Нахимов». Но атомный флагман «Петр Великий» по-прежнему в строю. По опыту службы могу сказать, что Петр Великий, который пришел к нам на север в состав эскадры, он практически все задачи, которые стояли перед кораблями, выполнял без ограничений, потому что корабль без ограничений. Апрель 2008 года. Североморск. После проведенной модернизации тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» вышел в море и успешно выполнил ракетные стрельбы всеми ударными комплексами. Многолетний опыт эксплуатации надводных атомоходов позволяет успешно применять его и для создания кораблей других классов, в том числе авианосца. «Для авианосца атомная энергетика – это необходимость. В общем, для большого серьезного авианосца – оптимальное, приемлемое решение». «Атомная энергетика, я считаю, на флоте – это самое выгодное и должна быть самое перспективное. Везде, где только возможно, нужно использовать атомную энергетику. И я считаю, за атомной энергией на море перспектива». Атомная энергия существенно расширяет возможности судостроения. Огромные преимущества она дает не только военно-морскому, но и гражданскому флоту. Планируется использование атомоходов в качестве плавучих электростанций, судов снабжения и транспортировки минеральных ресурсов в условиях Арктики. Сегодня в составе флота находится самый мощный в мире тяжелый ракетный крейсер «Флагман Петр Великий». Необходимость создания подобных атомных кораблей предусматривает действующая морская доктрина Российской Федерации. Ведь в надвигающемся кризисе топливных ресурсов альтернативы ядерной энергии пока не существует. А потому актуально звучат слова немецкого мыслителя Лихтенберга. Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим. Редактор субтитров А.Семкин